всем привет продолжаем играть фоллаут и чем-нибудь размышлять так прошлый раз закончили на том что я зашел хаб купил пару книжек пару книжек еще там пару вещей каких-то и собственно говоря собственно говоря и все наверное к я сбегаю на вход и может быть устроюсь караванчиком так что такое хаб хаб это один из крупнейших торговых городов фоллауте который является перевалочным пункт пунктом для торговых караванов на пути из шейди сенс и джактаун на могильник и обратно и центром торговли в пустоши вот он был основан в одном из старых городов которые было который не был не особо затронут войной то есть можно сказать особо не был затронут этой войной и у нас этот хаб разделен на несколько районов хаб был основан в тыс 2093 году человеком по имени ангус так 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 чем уже наняться так прошлый раз говорили в общем о том как подходить к программированию да а где мне найти работу может спросить любого хаби вот я говорил что самое главное не ставить себе невыполнимых задач это самое главное ставите задачи попроще и решайте некоторые задачи которые казалось бы чё их там делать вы возьмите и сделаете просто попробуйте сделать я часто советую выполнять все задачи в книгах в книгах ну нормальных книгах задачи упражнения то есть и один из моих таких советов следующий вот вы видите задачу задание вы думаете я знаю как эту задачу решить вот типа я знаю и все но вот вы возьмите и сделайте если вы сделали без проблем без ошибок все работает приступайте к следующей задачи и вот вы вы смотрите на следующую задачу ну да после прочтения главы до какой-то вы думаете да я знаю как ее делать сделайте ее и вот когда вот так вот вы задач 20 сделайте подряд без ошибок и и вы решите то что требовалось то тогда на все остальные задачи которые вы видите и вы думаете что вы знаете как решать можно в принципе не обращать внимание но я больше чем уверен что на первых задачах вы все равно что-то не доделаете вы бы вы будете думать что вы знаете как эту задачу решать но но будут какие-то косяки это нормально этот процесс обучения процесс обучения сложный всему нужно учиться чтобы научиться программировать нужно программировать чтобы научиться ездить водить нужно водить чтобы научиться там ну всему нужно учиться и чем больше вы этому учитесь тем больше больше вас опыт и тем сложнее задача вы дальше но в этой сфере можете выполнять поэтому нужно шаг за шагом выполнять ставить себе задачи и шаг за шагом их выполнять читать первые источники авторов форумы блоги и самое главное не распыляться так а тебе ну ну так что сколько платить и так а чё он пишет любишь острые ощущения по рукам а чё делать-то ты 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 же скажи слышишь ты блин в джинсах тут стал такой пули сисят над головой да я сейчас скажу а скот давай ладно я спрошу 600 крышек за поездку это в одну сторону говорят что мы выбираем давай хорошо поговорить скорее она знает когда уходит давайте схожу в принципе подзаработать это там опыт какой-то не мешает так так этот старый ублюдок разрешил те ты наверно крутой мужик мы выезжаем дважды в месяц 3 18 600 баксов 600 крышек что ты меня наваливаешь 600 баксов нам трусы не нужны на трусы конечно 3 числа окей как обычно 3 3 числа 3 его вот сейчас 18 больно главное не забыть что 3 числа так давайте ка я тут пошарюсь и так уже определились задачи ставим выполнимые раз до сложные задачи разбиваем на под задачи самое главное не увлекаться во всем должен быть предел но это мое мнение потому что потому что бездумно бездумно можно быть каким-то там состоять в секте опешников и с брызгами там со слюнями доказывать что как все должно быть и как все должно быть по опешному на самом деле должно быть так чтобы все работало быстро и хорошо чтобы интерфейс был минималистичен чтобы программа легко читалась потому что программу вы пишете для людей у меня каких проблем поверь трагедия пару дней назад то по налетчику возникло буквально они захватили теперь у них там лагерь они убили мордашку правда у это я взял какой-то квест и там там ребята какая-то канитель короче сейчас будет походу сейчас будет жарко и и возьму-ка я в руки desert eagle и кому-то сейчас не поздоровится блин надо было сохраниться ну вот сохранюсь тут он горит они убили ослика козлы вонючие ослика ослик то вам что сделал ублюдки ах вы а с ним можно говорить налетчик болену он с ружьем а хрен там хорошо если стрельниц desert eagle ну да он у меня не прокачен соответственно 19 хорошо я тебя подожду тут тварь давай давай иди сюда ублюдок кажется я ступил или сглупил почему-то у меня складывается такое впечатление почему-то валим 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 надо гнида куда ты стреляешь мудила не так дело не пойдет надо где-то нас и стать так чтобы они не смог не вышли сразу все я когда-то так делать и постановился они все выйти не могли я их одного за одним так что ж ты стреляешь а только двери открыл болен чё делать чё делать в проходе так и постоять а ну-ка ах ты тварь да убили да нет да то что у меня оружие не прокачено это то плохо это плохо а если с близко стрельню стрельну стрельну 51 процент и еще и промазал да надо было оружие качать и нету нету блин молот на тебе молотом нормально лупашек но попробую короче побегать вот так вот по кругу надо было это сразу делать бегать по кругу и все не выделывается так так вот не надо быть вот на сто процентом там приверженец там каких-то паству и рассказы что где-то не по пешному а где-то должно все работать вот и все вот самое главное правило код должен там легко модифицироваться код должен лих быть легко читаемым вот это самое главное требование а не то не конечно же очень важно расширяемость в будущем дам кода но но иногда люди чересчур уж расширяют так сказать это все и получается просто все по супер опешному но читать код просто невозможно потому что любое какое-то нормальное изменение влечет к тому что появляются куча багов блин не эта фигня ребята я их не убью я их не убью мне надо прокачать оружие короче пойду ка я отсюда ну я думаю он подождет этот чувачок в принципе квеста у меня есть есть ну я прокачаюсь и походу он обиделся наверное ну как ладно я понял он подождет так третьего числа мне надо хорошо чё тут за квеста можно взять но один квест я взял но что-то он не очень давайте с этим по тренде этот у нас принять заказ я что происходит в городе готово окей так оружие у полицейский участок может мне что-то этот скажет поэтому нужно всегда трезво подходить нормально думать не быть фана фанатичным в первую очередь а потому что под каждую задачу есть свои какие-то решения о п это 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 хорошо так кто это такой мне нужно каком преступлении ну говори простите не могу сказать иначе не убьют на нафига то договорил а ладно давай еще раз мне нужно а как а как мне сказать вы хорошо работаете а ладно кто это хоть такой это шрифт да это просто тупой ох охранник да коп коп это коп так как где тут дальше куда мне дальше идти а сходим сюда не не все решается только с аупы иногда это аупы только вредит ну как бы не аупы вредит а неправильное его использование особенно когда я узнал что такой класс и теперь я буду их тулить везде или я узнал что такой паттерн такой то и теперь я буду его тулить тоже везде ну нет нельзя так и нельзя все везде тулить и есть люди умудряются использовать 3-4 паттерна в одном месте сразу это там какой-то синглтон фабрик наблюдателей там еще что-нибудь и из этого что-то такое получается у человека в голове такой зато возможно когда-то можно будет там новую фичу внедрить вот это вот самое главное возможно когда-то вы должны оценивать реально возможно ли и действительно ли когда-то наступит этот момент например это можно проектировать свою программу и знать что вы сможете работать с файлами но файлы дело в том что могут быть ну например 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 не только на жестком диске могут быть еще по лежать на ftp но вы знаете что программа будет работать и с теми файлами и стиль соответственно здесь да здесь надо при применять лучше какие-то готовые решения но в любом случае какой-то создать общий интерфейс для просто чтения файла закрытия там это что такое записи вот а дальше создать отдельный там класс для а никто не обидится что я стилю для работы с на локальном диске и для работы на жест по ftp вот сделали все отлично все хорошо все работает но в ту ли туда к примеру а вдруг когда-то кто-то захочет по джейсон ну это к примеру какие-то файлы я не знаю могут быть какой-то информации а вдруг когда-то кто-то захочет по джейсон тут надо трезво оценить действительно ли это раз во вторых ну к примеру джейсон сегодня он есть завтра может и не быть эти технологии растут развиваются и просто какие-то помирают какие-то приходят новые ну к примеру ну не к примеру а вот реально оценить надо но сейчас нет не надо а вдруг когда-то вот когда вдруг когда-то придет тогда и сделаешь не надо это сейчас ту лить ту джейсон к примеру ту xml нет не надо этим но этот плохой подход почему это плохой подход потому что вы увеличиваете сам так покажи что у тебя есть если почему плохой подход сразу ту лить ну к примеру вот этот интернет ту боевой дробовик там xml ту ухты блин ракеты блин а у чувака нормально слышите тут а сколько она стоит о 2 700 блин я бы прикупил давайте я прикуплю эту снайперскую винтовку почему плохой подход вы расширяете сразу нехило увеличиваете свой класс какой-то и не факт ой ой броня 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 блин а сколько броня стоит и не факт что вы будете пользоваться этим блин 8000 у меня нету столько и не факт что вы будете этим пользоваться но уже ваш интерфейс увеличился для чего непонятно для этого делается просто отдельные классы тогда когда надо создается отдельно какой-то класс как-то называется он там конвертер парсер там или к который вообще отдельно то есть ваш класс по работе с файлами и общей интерфейс вообще не знает об этом ни сном ни духом что кто-то будет еще куда-то что-то конвертирует когда нужно тогда и создается этот класс вот то есть плохая идея тулить в какой-то объект и какой-то класс сразу кучу функционала которого 244 который вряд ли будет использоваться или будет использоваться типа возможно потом в будущем когда это будущее придет тогда и делать но продумать расширяемость своего класса по работе с файлами так чтобы можно было расширить для работы с файлами и по сети и с локальными и еще с чем-то это да это тут вопросов нету где моя собака откуда я знаю подвальчик а что в том подвальчике нам все равно вам все равно что в том подвальчике ребята можно я туда схожу ух ты ух ты поэтому поэтому дверь заперта ладно ломать не буду вот тут много вооруженных людей сейчас еще за взлом они все как сагрятся на меня то я даже и не выйду отсюда так так блин я потерял мысль что я говорил старый город так это у нас старый город да давайте я тут еще похожу что у нас тут есть так читать книги еще можно но я об этом как-то уже говорил да но есть хорошая книга которая подойдет и профессиональным программистам и начинающим и продолжающим называется на совершенный код по-моему стил маконнелл или кто-то такой мне написал очень отличная книга там в общем без привязки особо к языку описывается как подходить к проектированию к созданию основные проблемы очень отличная книга советую воу 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 что ты здесь делаешь знаешь гаральда он какой-то придурковатый но дело в том что у него вроде разные диалоги ты псих реально какой-то сумасшедший что с тобой случилось почему нельзя было просто обойти так я обычно это все так прокладываю обычно еще не понимаю что что в результате дали мне какой-то класс не дали и наркалыга блин курить меньше надо кашель такой такой я типа тут во всем радиация виновата да вижу он в углу пачка беломор канала не это какой-то психованный больной ну их нафиг этих больных так ладно чё у нас тут в домик этот зайдем и так книга да книга хорошая советую советую почитать почитывать потому что каждый раз там можно что-то новое узнать а разные есть подходы к в проектировании очень разные и эти подходы от разных довольно известно людей и все не работает но все не работает для каждой своей какой-то задачи есть какие-то подходы то есть нельзя говорить что а вот тот то есть не надо делать и кумиров типа вот вот тот сказал что это вот надо только так делать и никак то нет вот эта категоричность это очень плохо когда человек уперто стоит на своем и и и не желает даже подумать или посмотреть что это можно сделать по другому это очень плохо ну к примеру торвать линус да он как бы к объектно-ориентированному программированию относится ну так себе не очень ну насколько я знаю тем не менее очень отличный у него продукт линукс ядро линукс так чем могу помочь если то проваливай ты чё слышишь ты быдло ты чё так базаришь слышишь а ну по блин я сейчас скажу начнутся шмалять а мне это не надо кто ты звать меня венс откуда мне знать если даже не при чем торгуешь я вас когда-то всех покрошу я вас когда-нибудь гниды всех покрошу товар у него блин было бы тут еще хоть что-то а этот я понял это нарко нарковые у него основной контингент противоядит да 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 знаю там вискарик тут тоже какая-то фигня тут по-любому шмаль да блин борзый только из-за этого ладно короче попробую кае еще всем поговорить кто такие просто мои друзья я знаю и мне это не нора а очень хорошо чем торгуешь а походу походу это наркалыга и сейчас надо пойти шерифу и доложить сказать что слышишь у тебя там в городке есть этот блин который короче короче это джастин и чат чё ладно сбегаю к я можем не за это опыта дадут сколько меня там опыта не густо не густо и надо было бы легкое оружие пистолеты и винтовки снайперка интересно попадает под легкое оружие тяжелое оружие то гранатометы и огнеметы не скорее всего легкая буду качать легкое оружие куплю снайперку буду валить всех этих будаков издалека ближний бой хорошо но 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 не очень хорошо так это кто у нас классно счеты счеты бы чеш слышишь красный вон говорит я хожу тут блин нормально вроде все он бычит о ребята а чё это что это такое не понял как это так а чё менты стоят ничего не будет здесь за что вы чё гоните ребята блин а если я начну шмалять это весь город наверное я здесь наш вот это да пойду-ка я в полицейский участок если он тут он по моему не ту general store может тут я не помню в этих городах хрен пойми где ты что ты фэйл сиши такой фэйл си наверное не тут этот участок наверно дальше на так вот книга до совершенный кода очень классный кня советую и она все время под будет подходить все время там можно что-то новое для себя вычитать так 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 не полицейского участка здесь нет он дальше вот ну и чем больше вы будете писать тем больше у вас будет опыта и знаний соответственно чтобы научиться программировать нужно программировать поэтому пишите 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 маленькие программки ничего страшного наоборот это хорошо куча маленьких программах вы учитесь проектировать очень полезно переписывать да это занимает много времени но это очень полезно братья переписывать то что написали полгода назад или или три месяца назад или месяц назад потому как вы пишете вы уже получили какой-то опыт и вы уже когда вы переписываете вы смотрите да кто ж так пишет ведь можно же по-людски писать и переписывайте это нормально вы получаете вот такой опыт и вы как бы следующий раз решая подобную задачу вы уже будете знать как правильно на ваш взгляд ее решать ну либо либо под конкретную задачу да то есть это бесценный опыт так кто это такой а чё не на меня напали вот это я так и не могу понять не понял что там там говорил да да кто-таки ублюдки думаю что . принадлежит упадает к водонапорную башню ухты какие-то мудаки контролируют водонапорную башню блин то я вроде везде был только вот не на вон водонапорная башня вот знак да вот сюда очень классно помогают конечно же всякие вот эти ресурсы для программиста вот я делал обзоры всякие задачки от тимус там и подобное очень 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 классно они тренируют навыки и там довольно интересная задача на кодинге на тимусе самое главное не лениться потому что на выучить можно все что угодно вопрос только времени и все если не лениться вы вы выучите все но только нужно убрать все лишнее что мешает убрать игры убрать youtube кроме моих роликов конечно же убрать фильмы ведь по факту ничего полезного вот те же фильмы какие-то или ну если вы не изучаете английский язык по фильмам те же просто какие-то фильмы лишь полезного ничего не дают просто убиваете время мотивируя это тем что молот я там устал я хочу отдохнуть время идет вот вы там отдыхаете отдыхаете на по факту проходит год за годом и с каждым годом вам отдыхать надо побольше побольше ну и все и так люди вот прожигают свою жизнь ничего не добившись но не все конечно же есть те которые постоянно постоянно суетятся что-то делают что-то учат развиваются в общем это когда есть цель то вы должны себе цель найти и поставить выучить там за год за год конечно может пугать ну за полгода за полгода нереально хотя не знаю смотря какой язык какую технологию но не ведитесь на вот эти книги на вот эти вот курсы стать программистом за полгода чё это не все вгашенные а это госпиталь тюрь думал они все курины у курки у тырки я могу осмотреть я целитель да я вижу какой-то целитель лежат он на полу все сколько я целительный собор позаботился продолжай готова слышишь нормальный такой теперь бычить начал полежащие еще это за место не слушай эту хрень а то и у тебя боже какие сказать точно хорошо камни не ссы а чё он тут делать он типа охраняя да не отвлекая босс этого не любит ладно вот походу самый главный у тырок а чё ты орешь рот завали мне нужно было ослабление я не заинтересовала ваша церковь но я вас не дразню честно я ищу знание я исправен ох как вам повезло что у меня не прокачан навык оружия я бы вам сейчас тут всем наркалы и долбан и блин а чем я говорил близь мне эти наркоманы я бы я чё-то хотел такое рассказать ну про ресурсы до говорила ресурс очень полезная штука переписывать а не ведитесь на вот эти ну типа ты видел книгам си плюс плюс 21 день либо там игра за полчаса но не может такого быть просто не может и как-то видел вкратце это один из роликов типа за полчаса игра но там за полчаса с помощью движка создается сцена какая-то какая-то модель добавляется этой модели там можно бегать все на это не игра но в такую игру никто играть не будет соответственно назвать ее игрой нет там нет никакого сюжета там нету ботов так называемых какого-то искусственного интеллекта который там будет думать где-то появляться гоняться за тобой стрелять там нету каких-то вещей которые надо собирать да там ничего нету это не игра это просто добавил чё-то на сцену походил и типа игра нет это совсем другое даже самая простая игра может писаться месяц два три самая простая 2d какие-то карточная игра ну месяц месяц наверно много ну как месяц много это если ты уже написал и таких игр штук 6 7 тогда месяц много ты просто используешь заготовки я чё-то брожу брожу давайте я просто мир по исследую вот а квесты потом будем выполнять часть квестов-то уже выполнили правильно правильно сейчас я сохраню и пойду куда-нибудь попроще вот вот поэтому не ведитесь на это все это вас подбивает но может подбивать да это все как раз лень большая большая проблема это человеческая лень видишь такое видео ну вот может быть наконец-то сейчас я выучу вот классный сборник который говорит что я за неделю стану программистом к мир данным бред это надо навыке братство стали это надо изучать это все все можно выучить но не за пять минут ну кстати да все можно выучить кроме английского с этим я согласен анализки выучить невозможно что это за броня на тебе как бы мне побольше узнать единственное на то присоединиться к братству чё можно вступить в эту секту эй так откройте я хочу присоединиться мне хотелось бы вступить какой зла к югу отсюда какие-то руины мне надо что-то принести меня примут в братство кстати тут надо внимательно играть это я вот там разговоры разговариваю ого тут мир не маленький а надо к югу отсюда но это ну ладно а надо играть тут это все читать иди квесты к югу может быть этот она и есть эти руины магнита могильник какой-то добро пожаловать я хочу войти напомним и следим за тобой короче general store в подвале привет меня зовут сибири просто ничего не пропадать добро дружище кстати не пробовал можно ли тут барыжей и знаете типа тут где-то в одном месте купить отнести там продать не пробовал ни разу может быть не шали да братью все будет нормально так тут можно до утра переночевать елки-палки мне третьего числа надо быть а я наверно уже не успею конечно не успею так вот всякие вот эти видосы типа которая там говорят за полчаса там за за неделю за 21 день это так чисто набить рейтинг себе если это там какие-то видосы из-то книги то чисто так чтобы побольше продаться потому что люди ведутся на это из-за своей лени не думают ну вот сейчас наконец-то вот я сейчас за месяц и все выручу ну покупая деньги тратят покупают это тратить свои деньги тратит свое время в результате как бы особо ничего не получается кто-то может разочароваться кто ты охранники сказали есть работа со злобной бандой воров и бит что здесь происходит вообще можно сказать да хорошо тогда какими беспощадками они бывают кто-то другого почему бы вам городской охране понятнее ясно чё-то 2010 убьешь их лидера а что мне нравится хорошо и квеста понабирал так что это за вас опачки опачки давай сюда к неженцы у читать я люблю чё-то может еще что-то валяется поэтому не тешьте себя надеждами что все можно легко выучить и быстро быстро ничего не происходит и быстро ничего не учится так полазим еще тут так это кто у нас это это просто простой житель хорошо вот еще какой-то штрих стоит я просто как ученый что-то изучаешь я химик капсюли и порох значит и делаешь патроны ой блин эти квесты беру я вообще не запоминаю куда надо идти они же говорят это типа там находится примерно это там что это такое то это грибы от наркологи тут наркологи я не думаю что не нормально грибы выращивать по любому какие-то наркоманские короче тут одни наркоманы и алкоголики в этом пост ядерном мерке так колодец чё с колодцем сколько не думаю утащить не получится то я не собирался так это кто у нас это это житель это житель давайте в палатку зайдем поэтому планомерно постепенно учите учите и не перепрыгивайте и тогда у вас все получится и тогда все получится и думаю все будет хорошо а книги нужно читать ну лично я такой что всегда если есть возможность покупаю у меня уже книжек немало сказать чтобы я там какую-то из них полностью от корки до корки прочитал нет но они лежат и иногда когда иногда я открываю и что-то почитываю очень полезно то есть я как бы мне больше нравится бумажный вариант хотя конечно же больше наверное часть всего это в интернете когда решаешь какие-то задач ищешь но иногда вот берешь эту книжечку тоже совершенный кодек пример открыл что-то подчеркнул такой ага вон она решил задачу забыл поэтому тоже советовал бы покупать книги ну и плюс это же как бы и мотивация для авторов этих книг они пишут тоже они тратят уйму времени ну зарабатывают как бы они тоже работают это их работа что-то исследуют что-то пишут что-то создают делятся этим да конечно же это за деньги ну а как без денег без денег можно помереть и тогда не будет кому создавать те же книги технологии вот так вот так пойду-ка я поищу эти руины этот сказал где-то на юге но это точно не руины опа опа это типом предместе да это бедные тут живут такие трущобы эти мудаки сюда не пускают хорошо я понял прокачаюсь пройду и завалю всех тех мудаков блин а это тоже зеленый не ребята я не хочу ладно давайте переночую до утра два часа закрыть чё это за место ооооо тут можно пошариться может быть найду даже какую то книженцию и это кто а чё так враждебно Катя Попадает в одну из трех насильников И убийц и воры Я воровка Ого Ну ладно, спасибо за рассказ Пока Воровка она, хорошо Вас надо тоже прийти И перевалить всех Знание жизни Я наверное сохранюсь И полезу в сундучок Может быть там есть Какие-то ништячки Нету В холодильниках Не могу взять И так слишком много Чего много? Ну задолбал ты Докторский чемоданчик Давайте я вот это выпью Ядер кола А это что? Это пиво Не, пиво не буду Да, кстати Алкоголь тоже Надо убирать Слишком много он времени Занимает И пользы от него никакой Ну если вы решили Что-то изучить И выучить Поэтому нужно выбирать Приоритет Опа, я видел Какой-то этот Ход вниз Вон Давай-давай Иди сюда Иди-иди Спуск Вот Так, сейчас попробую туда зайти Поэтому надо быть честным Перед собой За неделю За две недели За месяц Там, к примеру Си Вы не выучите Это правда Ай, блин Я думал Тут подземелье Где куча ништяков Блин А по каждому Этому ходить Не знаю Найду Давайте я тут попробую Если я хоть одну Книженцию тут найду То я тогда поднимусь наверх И прошарюсь По каждой полке Поэтому нужно быть честным Перед собой И прекрасно понимать Что Чтобы что-то изучить Нужно время И самое главное Это постоянство И самое главное Не распыляться Шаг за шагом Делаем задачу Выполняем задачу За задачей И тогда все Получится Это самый эффективный И правильный способ Всегда можно себе Задавить вопрос А что я Узнал за полгода Я думаю Есть такие Которые Распылялись И чуть-чуть того И чуть-чуть всего И чуть-чуть еще чего-то Что там вниз есть Что-то нет А в результате Попробуйте создать Теперь что-то большое И целое Из всех тех кусочков Знаний Эй Че ты не поднимаешься Слышишь Давай поднимайся Вот так вот Из всех этих кусочков Попробуйте собрать Что-то сложное И я думаю Найдутся Такие Которые Скажут Да Я Всего вроде По чуть-чуть Так слышал И то и сё Но по факту Ничего Толком И не могу Не, собор В соборе Я не хочу Эй Эй Давай дальше Сюда На кого-то Напоролся Крысы Молотом Блин Создайте Попробуйте написать Какую-то простейшую игру Карточную Просто простейшую Которая будет В которой будет Там Заглавный экран Это меню Там возможно С настройки Там В котором будет Возможно Там настройки Язык Дальше Основное Игровое Меню Где какие-то Ну может быть Карты Там Не знаю Дальше Да наверное Всё Два или три Экрана Максимум Попробуйте Просто Если это Мобильное Приложение Да Какая-то игра Попробуйте Это сделать В самом Простом Виде Как бы Вы увидите Что Мне надо Отсюда Валить Ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё Хватит Блин Вот эти Случайные Встречи Где я Последний раз Сохранялся Вот здесь Вот Если мобильное Да Приложение Если десктопное Тоже Самую простую Чё-нибудь Попробуйте Сделайте Отлично Идите дальше То есть Лучше всего Изучение Какой-то Реальной Задачи А Не на чтении книг Чтение книг Тоже хорошо И важно Но Ты покойник Это ты покойник Где-то эти руины Где они Что такое Вы получили удар Откуда я получил удар Что ты травишь Удар я получил Ничего не получил Поэтому книги важно Но на мой взгляд Эффективнее на какой-то реальной задаче И иметь под рукой Книгу или руководство И выполняя какие-то задачки Вы обязательно с чем-то сталкиваетесь И такие, блин, а как же это сделать Лезете в ту же книгу и дочитываете И продолжаете дальше Выполнять задачу Потому что книги хорошо, но это Займет Может занять очень много времени Можете на какие-то вещи Потратить Много времени Но в результате Вот это уже плохо Вот это я уже ступил Они меня окружили Ну в принципе У меня же прокачано это Поэтому я их сейчас всех Поперебью Я их перебью И на этом закончим На сегодня Книги это хорошо Но некоторые там темы Вам могут стать Очевидными И так По мере написания Ну решения какой-то задачи Да Вот какую-то Ну к примеру Опять-таки та же мобильная Какая-то игра Да То есть Можно эту книгу читать Какие-то главы проходить Но они вам и так Станут очевидными В процессе создания Той маленькой игры Которую вы хотите создать То есть Бывает такое Поэтому зачем тратить время На это Если оно все равно Со временем Со временем все равно Оно зайдет Поэтому лучше всего Повторяюсь Учиться на Реальных Задачах Вот Так добью-ка И пойду Блин Добивать не их всех Не добиваюсь Сейчас гляну Сколько опыта дадут Да Когда прокачано Конечно классно Когда прокачано Умение Плюс броня Как вы видите Уже дает то Что в принципе От этих крыс И особо урона То я не получаю 183 опыта Да Короче Еще немало Еще немало Блин Надо же какие-то квесты Все-таки повыполнять Так ладно Иди Иди Давайте найдем Может быть Все-таки Что там эти Утырки Из братства Сказали Тут Тут Какой-то К югу Он сказал К югу Нету Нету Тут на юге Только Блин К югу Рад скорпиона На тебе По башне Ладно Завалю их И И И Закончим К югу Ну нету к югу Может Может у этих Наркоманов Юг В другом месте Может быть Это же там Тут же знаете Этот мир Фоллаута Это там Какие-то Там И наркоманы И Двинутые На голову Есть Ну типа Можно да Себе представить Ведь Прошла же война Там Вот это Большие стрессы Тебя постоянно Атакуют Ты прикиньте Просыпаешься Утром Был у тебя В баночке Ну там Ну я не знаю Там Петя К примеру Да там Паучок Смотришь На тебе Сидит Такая здоровенная Херня Вот типа Такой И ты такой Смотришь Блин Такой Петя Ты че Петя Че случилось А Петя Сидит И не врубается Тоже Как бы Че он Тоже здоровый Такой Стал Че он Такой здоровый Оказывается Это радиация Без стресс И ты На этом этапе Раз и двинулся Начал видеть Видения Какие-то Основал Свою религию Ну секту Не религию А секту И ходишь Там И проповедуешь Там Мы братство Мы все Братья Несите нам Деньги Блин Я сказал Что я добью Этих скорпионов И закончу Ладно Добью этих И закончу На тебе Соответственно Двинутых Здесь много И у них Может быть Юг И не в той стороне Не А хотя он мог Просто Думать Что это на юге На самом деле Это Ну не на юге Он же стоит Тоже там Целый день А может Это такая Часть испытания Он говорит Это на юге А на самом деле Это на севере Типа Насколько Ли я Там Как я Выполню Это задание Может быть Непонятно Непонятно Чего У этого Наркомана В голове Да Но Квесси Надо выполнять Потому что Есть уже Задачи Где Надо Завалить Бандитов Молотом В ближнем Будь Я бы Конечно Завалил бы Их Но Они все С пухами Они все Со стволами Серьезно Ребята Короче А я тут Со своим Молоточком Типа Выходите Биться Ведь мы же Джентльмены Давайте По правилам Тварь Ты знаешь Что Лежащего Бить Нельзя Это Не по Пацански Сейчас Ты за Это Отгребешь На Тебе И Умирает Так 68 очков Опыта Мало 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 Мне Надо Четыре Почти Короче Сколько Три с Половиной Тысячи Очков И Тогда Что я Сделал Я тогда Прокачаю Сразу Легкое Оружие Да Потому что Проблемки Надо Было Сразу Это Делать И Не Выделываться Ну Да Ладно Короче Ладно Всем Спасибо За Внимание Подписываемся Ставим Лайки Там Комментируем Ну И Все Такое Всем Пока Субтитры Субтитры Субтитры